Как найти мужчину, который будет дарить дорогие подарки? Ну, во-первых, девочки, основным условием должно быть то, что у этого мужчины должны быть возможности для того, чтобы дарить вам дорогие подарки. То есть у этого мужчины должно быть, как минимум, достаточно денег для того, чтобы их вам дарить. Второе, обязательно, в условии этот мужчина должен быть у вас заинтересован. Как правило, мужчина у вас заинтересован на первой стадии вашего общения. Только тогда, когда мужчина еще только начинает вас завоевывать. Вот тогда он пытается показать свои лучшие стороны. Ну, я вам хочу сказать, из личного опыта, процентов 30 мужчин дарят дорогие подарки на первой стадии общения. в основном когда вы дали уже мужчине попробовать из опыта опытная чаечка когда вы дали мужчине попробовать что пилотку что вкусненького когда уже так заявить что вы его но держа его еще в конкуренции когда мужчина рвется жопа чтобы никуда не ушли а вот еще на этой стадии мужчина дарить вам другие подарки я чуть не понял это что за отношения между мужчиной и женщиной у которой когда он мужчина рвется жопа скрыть этого ребята помните я вам напоминал что ребят скоро стропот будет узаконен пожалуйста отношения мужчины рвется шопа будет трешатина и соответственно когда вы уже его жена и когда вы уже его и уч exits он понимает что както отношения ваша рушатся вот тут тоже мужчина уже по опыту каком-то там засед HR начинает дарить он другие подарки дабы вы никуда не ушли пытается как-то опять залезать раны если он уже провинился и так далее посмотрите пожалуйста мне закрытом клубе есть лекция да здравствует измена как использовать изменщик вот закрытый клуб мужчин с разорван кошмар какой-то я не советую вам использовать третий вариант давайте остановимся на первых двух мужчина естественно будет вам дарить дорогие подарки еще и тогда когда он просто хочет вас порадовать но это тот самый лучший вариант который я а нам всем желаю он очень редкий как правило все-таки дорогие подарки это как зализывание ран либо как попытка вас удержать и да не забывайте пожалуйста о том что иногда бедный художник может подарить вам миллион роз а иногда очень состоятельный мужчина зажмет вам 100 долларов на массаж дабы вы почувствовали себя комфортно поэтому всегда думайте все-таки о том что чувствуете вы на самом деле к этому мужчине то есть для меня всегда очень важны чувства и очень важно эти дорогие подарок когда у вас действительно и чувства потому что основной карты мы все-таки получаем не других подарков а от того что чувствуем мы когда-то меня спрашивали еще как было что важнее чтобы любили вас или чтобы любили вы и я на самом деле до сих пор не знаю ответа на этот вопрос потому что все мы прекрасно понимаем что от человека который вам не интересен но начинает вас покупать до какой-то момент вы можете и продаться и вам будет это интересно а иногда человек который не делает для вас ничего и вы не можете его забыть и думаете о нем и какой из двух чувств будет для вас ценнее ну ответьте сами на этот вопрос какой из двух чувств какой из двух чувств копилку золотых цитат ребят всем здорово саночной связи какое эпичное окончание ролика да ребята рассказала полную инструкцию как давить мужчина на дорогие подарки какие мужчины дарят какие не дарят клуб разорванных жоп есть то ли там это как использовать изменщика там и так далее потом но все-таки для меня важны чувства интересно кто и поверь после этого ну понятно что вот эти вот ребят ну что мои уважаемые маленькие вот эти вот забияки которые пишут в комментариях окошаныч ты к чаечкам придираешься они хорошие не такусечки это ты плохой извиниться нужно вот так вот ну что вам рассказали что и либо ты будешь дарить подарки либо у тебя будет разорванная жопа выбирай давались мой вот так вот ребята да да вот такие отриалий настают инфляд но зато ребята для него важно чувство самое важное это чувство чувствовать как она тебя ребята вот так он чтобы она это все прочувствовало ой 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 давайте происходит не слушай послушаем на ребятами Я пообщалась с несколькими мужчинами, которые живут в Дубае, и узнала их традицию дубайских женщин. Первое. Женщины с Тайсом. Заходишь на Тиндер, листаешь фотографии, и на фотографиях написан сразу номер телефона. Тебя выводят на WhatsApp, далее присылают фотографии и Тайс. Лайфхак для мужчин. Можно торговаться и сбивать цену в два раза. В попу 500. 330 даю каждому. Не 370. Давай ни тебе, ни мне. 355. Окей, снимай трусы. Торговаться за Дуб, за Дубуслуги, ребята, за Прайс. Представляете, да? Вторая категория. Женщины без прайса. Это самая опасная категория. Обычно это красивая, ухоженная женщина. И на предложение, давай попьем кофе, она ответит, ты что, с ума сошел? За мной надо приехать на дорогой машине и отвезти меня в дорогой ресторан. И если ты не можешь себе этого позволить, значит ты не мужчина. В начале переписки они сразу же обозначают, что им нужен шопинг. И скидывают сразу фотографии тех сумочек, которые хотят купить. Денег не возьму, но подарками заберу. И посмотрю, насколько ты готов уложиться на первом свидании. Третий тип, попроще. Тарелочницы. Это те, кто любят покушать за чужой счет. Четвертый тип, путешественницы. Живут где-нибудь либо в странах СНГ, либо где-нибудь на Бали. И говорят, если ты оплатишь мой билет, то готова с тобой попить кофе. Не, ребят, такие путешественницы идут в пешее эротическое путешествие. Сразу же. В страну под названием три буквы, которая... И пятый тип, это обученные женщины. Их тоже можно разрезать на градации. Чаечка, не надо их резать. Зачем? Ты что, это уголовная статья за это? Ты что, с ума сошла, что ли? Разрезать их на градации? Я извиняюсь, хрюкнул, ребята. Тут не захрюкаешь, ребята. Тут хрюкало уже скоро отпадет нахрен. Потому что такое... Каждый день слышать, ребята, никакого хрюкало не выдержать. Я вам честное слово говорю. Ладно. Собрался, собрался, разобрался. Пять секунд юмора, да, ребят? Представляете, как бы ты смотришь там на сайтах, типа, в дубаях, да? Типа, якобы, дубайских женщин, говорит, да? Ты что, с ума сошел кофе попить? Говорит, я деньгами не возьму, но заберу подарками. Чаечка, у меня в сарае два мешка кукурузы осталось с прошлого года. Этот, скотине не скормил, как бы. Ну, не съели, этот, там, овцы, там, и козы, там, и так далее. Там, теленки. Я извиняюсь, ребята, меня что-то порвало вообще. Я это все представляю, представляете? Приезжает к тебе домой толпа эскортниц на лимузине, как бы, и грузит мешки. Мешки. Этот, в багажниках, мне, ну, сказала, товаром заберте. Там, полтора мешка арбузов еще осталось, как бы, тоже забирайте, ребята, как бы. А потом я их в допы буду, как бы, за эти, за эту кукурузу и арбузы шпарить. Ой, ребята, так вот это вот бывает. Честно, шкулы болят, вот я не могу. Я вот не знаю, ребята, то ли у меня жизнь продлевается посредством просмотра ТикТока, то ли я, как бы, уже улетел. Уже приехал, точнее. Ой, ребят, ладно, шутки шутками, конечно, у меня просто сегодня хорошее настроение, и чайнички меня больно уж веселят. Обязательно подписывайтесь ко мне в закрытую телеграм-группу, ребят, добавляйтесь ко мне ВКонтакте, в друзья, это наша запасная площадка, конечно же. Ссылочки все есть в описании. Проходите на мой сайт, ознакомьтесь с моими курсами, ребята, там их 5 штук целых. Кому интересно, пишите в личку. Прекрасного дня, ребятушки, и отличного здоровья.